Музыка После окончания Второй мировой войны, скорее, внутренние разлады, внутренние риски становились причиной деградации и распада государства, а не какие-то внешние агрессии. Музыка 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 Но до сих пор не могу для себя объяснить вот эту саморазрушительную внутреннюю тенденцию, которая у нас есть, в общем-то, в целом на более-менее благополучном уровне или фоне, который существует. Если мы берем, скажем, социальные условия жизни, если мы берем личностные стратегии людей, включая их поведение по части их контактов, брачного поведения, я имею в виду заключение межэтнических браков, отношения верующих друг с другом на обычном уровне. Очень многие вещи говорят о том, что общего среди россиян на порядок больше, чем различий на основе религии, языка или культуры. Но в то же время есть какое-то то, что в науке называют понятием дискурс или вот это, так сказать, ментальное пространство, которое проговаривается говорящими головами, начиная с телекранов, газетных полос и кончая вот этой махиной интернета. Вот эта вещь оказалась для нас трудноуправляемой. Мы где-то теряем свою идентичность, столкнувшись вот с этой стороной нашей жизни. Она в чем-то для нас новая. Где-то есть желание этим поиграть, использовать, особенно в политических целях, особенно в период избирательных кампаний. Очень часто запускается или начинается какая-то тайная линия или установка или программы, или проект, который потом после окончания избирательной программы уже загнать назад невозможно. Вот то, что основано на формировании образа других врагов, имея в виду не только внешних, что тоже не очень хорошо, но еще хуже, когда внутренние враги. И вот эта ситуация может в конечном итоге довести до серьезного кризиса, может быть, в одни из самых, в принципе, достаточно было полученных времен в жизни нашей страны. Мне кажется, у нас кризис понимания есть. Я сам сегодня частично признался в этом. Была у меня когда-то статья лет 15 назад, на 10, о том кризис понимания России. Уже тогда мне казалось, что это намечается. Но я имел в виду тогда социально-экономические преобразования, трансформации, которые в стране произошли. И мой вывод такой, что иногда, может быть, из-за глубины этих перемен, которые мы переживали последние два десятилетия, мы порой даже позитивные перемены воспринимаем как негативные. Или общество наше перегружено этими переменами. Может, есть смысл остудиться, может быть, взять какую-то паузу, может быть, в конце концов почувствовать, что мы несем по стране олимпийский огонь. И это закон прекращения всяких распорей и олимпиадов с этой точки зрения символической уже началась. И мы в преддверии этого крупного события. Если мы хотя бы на этот период у себя в стране хотя бы, уж ладно, про мир не будем говорить, не возьмем какую-то паузу, замирение, спокойствие, то, наверное, трудно будет нам найти все эти ответы.